Итак, дорогие друзья, мы продолжаем свой проект, посвященный выборам Народных Уралов. Сегодня я в гостях у Олега Антоновича Цохорова. Олег у меня в гостях на канале, я в гостях у него в офисе. И сегодня мы с Олегом в экране, в эфире, и уже не ругаемся и не деремся. Уже? У нас есть с тобой одно видео, где мы с тобой... Зато был какой фурор, сколько просмотров было! Да, было очень много просмотров, и мы всегда с Олегом обсуждали, сделали совместное интервью, поговорили, как-то обсудили, чтобы показать, что, ну да, такое между нами и бывает, но мы всегда общаемся, жмем руки, и после того никаких последствий не было, просто еще лучше стали общаться. И вот я хочу именно это и подчеркнуть, потому что отношения не всегда отношения. Мы можем поругаться и так. Ну, Олег, непосредственно к теме. Ты называешь себя политтехнологом или политологом, ты в политике, занимаешься общественной деятельностью. Вот почему ты себя называешь политологом, политтехнологом? Для меня, например, непонятно, и, как я думаю, для многих других, и это разъяснение с первых уст было бы, мне кажется, сейчас уместным. В последнее время вот эта профессия, она становится все более-более популярной. В то время, когда я учился, вообще понятие социология, это было что-то такое, знаешь, неинтересное. Сейчас это вот точно такая же точная наука, как и математика, как и физика. То есть любое... Точная наука. Точная наука. Вот мы чуть дальше об этом с тобой поговорим. И почему вот именно политические эксперты, политические консультанты, прежде чем назначить лечение, как я смеюсь, нужно всегда поставить диагноз. И вот именно проведение социологии, опроса общественного мнения, это основа, на которой все остальное двигается. Почему ты политолог? Почему я политолог? Значит, можно быть политологом, либо получив эту специальность, ну даже, знаешь, как... Отучиться, да. Отучиться, да. Значит, или вот как мы с тобой... Мы, я тебе об этом ранее говорил, как бы есть очень много юристов, но юристы, которые имеют образование, только диплом, но ни дня не работали по специальности. И для того, чтобы подтвердить квалификацию юриста, надо хотя бы поработать по этой специальности и поучаствовать во многих судебных процессах, чтобы стать юристом. То же самое и здесь, знаешь, для того, чтобы... Можно стать по образованию политологом, Но вот именно получить это звание можно только подтвердив свою квалификацию среди равных себе, среди коллег. Почему у меня на канале это есть? Я это говорил, значит, несколько лет назад в рамках проекта «Лидеры России» на конкурсе, который проводила администрация президента, а в жюри конкурса сидели и присуждали это звание Киренко и Шутов Андрей Юрьевич, ты знаешь, это декан кафедры политологии МГУ. И вот как высшая школа экономики, она пишет аналитику для администрации президента, прогнозируя какие-то риски, методы их купирования, она пишет по экономической ситуации. Все совершенно то же самое, но вот команда российских обществ политологов под руководством Андрея Юрьевича Шутова, она пишет вот такую аналитику, собирает данные с регионов. Вот в нашем регионе Буянча Галзанов, он представляет российское общество политологов и такую информацию также готовит. Ну вот в этом конкурсе политологов я вошел в сотню лучших политических экспертов, политических менеджеров. 8 тысяч заявок по всей стране в сотню, сначала был полуфинал, то есть ниже уровни, выше, выше, потом был полуфинал. И уже в Москве проходил финальный тур, о котором я тебе говорил, значит было отобрано 100 финалистов. Из них было 30 победителей, но те, которые предполагались сразу победителями, они были вынуждены подписать контракты и уходить сразу на работу в регионы. То есть полностью отказаться о своей работе, я не был готов. Это первые 30 или нет? Да, первые 30. Ну в принципе вот эта сотня, это топ, который находится в ротации у администрации президента. Мы в разные регионы, на разные компании выезжаем, нас в качестве внешних экспертов, знаешь, так называемые тихушники. То есть заезжает группа в регион и вот для начала делается социология, то о чем я тебе говорил. То есть ты этим занимаешься? Да. То есть ты присутствуешь не только в Калмыкии, но и в других регионах, выезжаешь и ты делаешь? Да, да. Почему в Калмыкии? Об этом не так получилось. Ну почему? Я же открыто это говорю. Теперь об этом знают все. Значит, как получилось в данной ситуации? Мои старшие коллеги, партнеры из администрации президента попросили мне оказать содействие в группе политических экспертов, которые занимаются этими выборами. Ты уже к выборам перешел сразу. Да, да. Я почему тебе говорю, как мы... Мне попросили просто присоединиться к этой группе и мы тут в составе этой группы вместе работаем, начиная с ноября месяца. Вот здесь, в этом кабинете, значит, до принятия конкретных решений побывала вся практически оппозиция, там с низким отключением лидеры партии, лидеры объединений, и Единая Россия, и оппозиционные партии, лидеры общественного мнения. Ребята об этом знают, там, ОНФ и многие-многие ребята. То есть составлена была сначала картина, чтобы понять, что происходит в регионе, а дальше, я о чем тебе говорил, сначала ставится диагноз, потом начается лечение. Что касается нашего с тобой общения, ну да, то видео, о котором ты говоришь, оно набрало больше всех. Я хочу сказать, за это время сонал, мы об этом говорили, конечно, сильно прибавил, здорово, превратился в настоящего политического деятеля, я считаю. Не обо мне. Подожди, я хочу сказать о чем, что вместе с тем, знаешь, есть такая поговорка, никогда не говори никогда. До этого вы с Максимом Цеденовичем, Цохоров, ты никогда не окажешься на канале заново онлайн, потому что ты самый опасный для оппозиции. Я не говорил такого. Теперь давайте так, все ходы записаны сонал. А теперь такой вопрос, понимаешь, я хочу сказать, мы смеялись, и вот теперь такой вопрос, после которого ты вот просто, я не буду это грубо говорить, но очень громко засмеялся. Тут такая интересная была ситуация, когда, вот скажем, несколько лет назад, года 2-3, вот когда были немножко по-другому построена вся эта вот система сдержек и противиться в Калмыкии, вы мне говорили, что я прохасиковский, ты помнишь? И мы с тобой спорили. Мы да тебе и говорили, ты сейчас находишься в штабе Единой России. Подожди, подожди, теперь самое смешное, что пятый этаж, администрация главы, она мне в северях говорила, что я токсичный, что со мной нельзя иметь дело. Почему? Потому что я всегда защищаю оппозицию. По факту, по факту было, что я остался единственным мостиком, через который передавалось мнение, был какой-то конструктив общение, со стороны оппозиции доносилось в рацию туда, и вот в качестве отметной какой-то был разговор с оппозицией, и я считаю, что, послушай, ну вот та стратегия, которая сейчас, мы с тобой часто об этом говорим, стратегия вин-вин, когда должны быть учтены все интересы, система вот взвешенная, работоспособная, вот об этом я стучался, я бился с теми ребятами, которые до недавнего времени сидели на пятом этаже, ты знаешь об этой войне, вот я рад, что наконец-то, вот сейчас тактика поменялась, в декабре была изменена система выборная, да, значит, сейчас мы перешли к той, которую мы имеем, будут сейчас проведены выборы, и я думаю, мы вот общались очень долго с Батом Сергеевичем на эту тему, я думаю, что после выборов вот этот тренд на выслушивание стороны, и то, и то, и будет продолжен. Попозже об этом поговорить очень. Олег, ты действительно считаешь то, что вот эти все конфронтации, они были благодаря тем людям, которые уже ушли? Я могу говорить об этом с первых уст, почему, давай, наверное, придется нам такой экскурс в историю сделать, почему, когда мы с тобой тогда... Почему раньше этого не было? Вот дайте я скажу, когда 2-3 года назад мы с тобой ругались, и когда вы говорили, мы вот движение, как ты говорила, это наш город, мы проснулись, так вот вы в этот момент проснулись, а есть люди, которые проснулись еще до этого, на канале, я вот у себя отдавал, там вы можете посмотреть, когда мы с группой людей, значит, предпринимателей тогда, когда выяснилось, что Алексей Маратович Орлов еще идет на один срок, да, значит, он 19 января, 19-го года говорит об этом, его поддерживает Казачко Анатолий Васильевич, говорит о том, что исполком Единой России поддерживает... Ну, Единой России его поддерживает. Да, да, да. Вопрос в том, что к этому моменту мы уже полтора-два года бодали с этой властью, которая была группой предпринимателей, Намсыр Викторович, Юра Башин и много... Да, вот это видео. Притом мы тогда, за два года до этого, я почему-то смело выходил к вам, и говорю, ребят, вы проснулись, а как тогда оценивать те ситуации? За два года до этого мы поднимали вопрос о том, что воруют воду в леваконке, когда Алексей Маратович Орлов говорил, что все хорошо, мы за два года до этого эти все события были, и когда мы подошли к смене, вот необходимости смены, получилось так, что вот эти ребята написали письмо в администрацию президента, мы использовали свои внутренние каналы для того, чтобы занести, приехали тогда, если ты помнишь, впервые, впервые за историю Калмыки, 17, 17, мы пригласили 17 сенаторов, как раз вот, Намсыр Викторович, Татьяна, он там есть видео. Там была ситуация, что половина труда уехала, половина... Я тебе объясню, я не буду сейчас человека ставить, глядя в камеру, в неудобное положение, мы пригласили сенаторов для того, чтобы обмануть один из тех, который сейчас является депутатом городского собрания, человек, он вроде в нашей команде был, он договаривается с властью, приходит к ним, и от нашего имени забирает сенаторов и вывозит их сейчас. А мы ждем, как договаривались, в торгово-промышленной палате, где же Павловна Ильяновой, пришлось дозваниваться в администрацию президента, там есть на видео, где нам Север Викторович звонит, и мы не будем же тут встречу прерывать. Часть сенаторов приезжает к нам, и вот мы делаем альтернативную, на которой полностью, значит, та встреча, которая, Штрейбрехер, по которой я тебе говорю, увез туда людей, собрали там своих предпринимателей и хлопали в ладоши, как у нас все хорошо. А на этой встрече все было очень жарко, и я говорю, посмотрите, видео называется оно, по-моему, от 05-04-19-го года. К тому, что на тот момент, вот мы начали тогда борьбу за смену власти, тогда, это еще задолго до вот тех вот протестных акций, совершенно верно. А дальше получилась такая ситуация, что я включился в эту борьбу, значит, Марилов Хонгер Анатольевич, тогда был исполняющим обязанности, до трапезников, исполняющим обязанности главы города, Хонгер, привет, он знает, подтвердит, значит, мы вместе, я помогал ему неоднократно, он очень грамотный парень, с высоты своего опыта, у меня за спиной несколько компаний в других регионах, ну и практически, наверное, сколько, 25-30, я не знаю, сколько лет, с первого дня, когда Кирсан Николаевич выбирался, я с тех пор помогал Игорь Батовичу Шалхакову по Ешелтинскому району. То есть выборов по Ешелтинскому, потому что он отвечал за ту территорию, а я, как его помощник, помогал тоже там. То есть в политическую жизнь Калмыкии я вошел вообще давно, да, если до этого. Ну и ты там и находишься, сейчас ты политолог, политэксперт. Помнишь, я говорил, политэксперт, потому что политтехнолог, это, знаешь, это больше похоже на мухлеж, на то, как вбрасывать. Мы вот за этим столом, есть тоже видео у меня на канале, мы сидели с Циреном Кирбином, и мы когда говорили о предстоящих выборах, я говорил, что да, вот такая ситуация, по просьбе моих товарищей, я как политконсультант помогаю, значит, Единая Россия, но мы тогда с ним говорили о том, вот Цирен говорил о том, о справедливости выборов, о том, о вбросах голосов, которые были на прошлых выборах. Я ему объяснял, это мошенники. Работа политтехнолога, она несколько другая. Она в том, что начинается, вот когда я тебе говорю, когда делаете социологию. Нет, это сверху, эти внизу, я согласен с тобой. Метод другой. Ой, то есть вся работа политического консультанта, она до выборов, до голосования. До самого дня. Совершенно верно. Там уже другие. Да, а дальше вот то, что вбрасывают голоса, это жулики, аферисты. Кстати, ты обещал, я не помню, сотрудничать на обвязательном полком сейчас. Почему это не выходит? Нет, значит, давай так, значит, я Цирену говорю, мы прямо вот в течение той же недели должны были сразу выехать на выборы, и я это подтвердил, мы должны были поехать вместе с Циреном, вместе с Юрой Абушином и Арсаном Кусминовым на выборы в какой-то поселок, вот, значит, в Экибургском районе, по-моему. В Антон-Чес. Да, совершенно верно. И когда мы через неделю, я говорю, выезжаем, ребята сказали, там снялся кандидат, мы не единственные. Дело в чем, я обещал поддержать любого. Кто за честные выборы. Кто за честные выборы, раз, но сильных кандидатов. Потому что ко мне потом многие приходили, я и Наталья Сергеевна, как я говорил, и прочим, да, в Верховной партии. Это не значит, что я отдал деньги, езжать, что хотите, сильных делать. Нет, я говорил, представьте мне сильного кандидата, и я обеспечу справедливость для голосования. Потому что, ну, послушай, в интересах жителей всей Калмыкии, чтобы в парламент прошли сильные люди. Да, с одной стороны, это, я, знаешь, такую вот, им бомбу замедленного действия подложил. Конечно. Ведь сильный кандидат, это не всегда управляемый кандидат. Одно дело управлять кандидатом, который себя ничего... Соглав Александрович показывает, что... То есть, сильный кандидат, он не всегда управляемый. Хотя, я хочу тебе сказать, я это говорил. Соглав Александрович, умнейший человек, умнейший. Вот во всем парламенте, я не говорю, что самая умная, но очень умный человек, мы с ней неоднократно общались. И самое главное, она вот государственник до мозга костей. До мозга костей. Я знаю, что ей поступали предложения выступать, я аккуратно скажу, от других партий, и она отказалась, потому что она, нет, я вот по одной дороге иду, никогда не сворачиваю. Вот я говорю, подтверждаю, она очень грамотный человек, она прошла все ступени. В чем, допустим, людям трудно, допустим, общаться со мной или с соглавационной? Мы начинали, мы, знаешь, как у американцев, человек, который сделал себя сам. С нижних ступеней, это вот огромный плюс школы советского воспитания кадрового. Когда человек растет, потихонечку, постепенно он укрепляется вот в этом. Поэтому все главное сейчас... Да, у нас сейчас, а у нас очень много сейчас, знаете, знаешь, как у нас срывается из грязи в князь в газете. Ну, он еще круче назвал, он назвал кадры без биографии. Вот так вот есть. А, давай вернемся, вот, политэксперт, у нас через 3-4 дня уже голосование, сами выборы. Как ты оцениваешь вообще предвыборную кампанию, она уже практически заканчивается, вот в пятницу уже начинается голосование. Что ты отметишь? Согласен ли ты с тем, что на сегодня той конфронтации нету и такой посыл в воздухе витает на объединение, на какое-то укрепление единства? Вот такие вот вопросы, как ты относишься к праймерису вообще? Я вот, на мое мнение, праймерис прошел очень удачно. Праймерис прошел очень удачно, но я к праймерису отношусь негативно. Вроде как противоречивая, объясняю. Значит, с одной стороны, для партии власти это минус. То есть, получается, необходимо дважды мобилизовать ресурсы. О чем я тебе говорю? Сейчас есть электронное голосование. И с чем я помогал нашей команде, с чем мы столкнулись? Дважды заставить людей проголосовать, это нужно зайти и зарегистрироваться. То есть, на праймерис вы заставляли голосовать? Нет, нет, смотри, для того, чтобы привлечь людей. Это фактически голосование второй раз. Согласен. Что значит заставляли? Ты должен провести, вот как идешь ты на выборы, ты проводишь, получается, две кампании. Согласен. Слово заставляешь, давай, как это, коннотация отрицательная. А я тебе говорю о чем? Что это фактически дважды кампания. Да, с одной стороны, это вот демократичный механизм. Но для кандидата он выжден дважды провести голосование. Это дополнительные материальные ресурсы. Это финансовые, это моральные, это трудозапратные. То есть, весь свой штаб ты должен напрячь, чтобы они работали дважды. Почему проблема? Объясню. Надо убедить человека не так просто. Послушай, давай в целом. У нас в целом сейчас очень ситуация такая недоверчивая к выборам. И смотивировать человека. Последние несколько лет очень недоверчивая ситуация. Вот. И дважды замотивировать человека прийти. То есть, он сначала должен прийти для того, чтобы проголосовать. Вот группа кандидатов в «Скейдно России». Надо сначала проголосовать за тех, кто достоин. После этого он должен еще раз прийти, понимаешь, дважды. И поэтому с точки зрения технологий для «Единой России» это трудно. Но, есть в этом свои плюсы. Фактически, единороссы, вот я тебе как нейтральный человек сейчас говорю. Ты нейтральный человек? Я нейтральный человек. Я больше человек администрации президента, чем за какую-то конкретную команду. Значит, моя задача вот сейчас... Администрация президента за «Единой России». Нет, подожди. Моя задача сейчас здесь сделать так, о чем я говорил Цирену, чтобы выборы были справедливыми, прозрачными, понимаешь? Чтоб не было вбросов. Честный вывод. Да. Так о чем, значит, собственно, речь? У нас народ решает. Прошел проголосовать? Да хоть за «Единоросс», хоть за «Коммуницией» какого-нибудь другого. Как народ решит? И все. Вот в том видео, про которое я тебе говорил, я в офисе «Москва-Сити», когда я призывал голосовать, вот тогда я так аккурат... Вот сейчас у меня тоже был на канале буквально 2-3 дня назад ролик. Я говорил, я не призываю... Вот заметь, я не призывал голосовать за «Единую Россию». Я сказал, придите, отдайте свои голоса за достойных. Ровно то же самое я говорил месяца 3-4 назад, по-моему, сидя у себя в офисе в Москве. Там вот посмотри, есть такие вещи. Ребята, давайте мы сделаем следующим образом. Во-первых, проголосуем за тех, кто имеет бэкграунд, имеет за своими плечами историю, подтвержденную, да, дел. Не те, кто сейчас больше наобещает, как обычно, да, а потом завтра они пропадают и их нет. А за тех, кто своими делами уже доказал. И я там говорил о двух депутатах, специально я говорил о двух депутатах. О Городничей, о Городничей, Елена Анатольевна, которая из «Справедливой России», депутата городского собрания, да, да. И говорил о Бадмедржиеву, депутате городского собрания, я тебе объясню. Когда началась СВО, мы, прежде чем отправлять на Украину, вот я же знаю наш народ, нам надо бы обязательно сначала гуманитарную помощь привезти сюда, чтобы не было никаких недомолвок, да. Мы привезли сюда, и вот эти два человека, они включились из всех, эти два человека, притом, заметь, из разных партий, они включились в активную раздачу вот этой гуманитарной помощи. Огромное спасибо Марине Петровне Альзитиеву, это министр Минсоции, да. Вот она взяла на себя ответственность, я тут стучался вообще дверью, она потом нам помогла. Мы, по-моему, по сто Сухпайков раздали во всех районах, и в городе, вот я предложил, в чате предложил депутатам городского собрания только два. Давай вернемся к нашим выборам, по этой стороне уходим. Вот про правильность, ты говорил, что дважды голосовать. К чему ты вил, Венипус? То, что трудно кандидату будет или как? Да, для кандидата это провести, ты понимаешь, что это определенные ресурсы. Людские, финансовые, моральные. И он вынужден кандидат от Единой России, это дважды провести кампанию вместо одной. Он сначала должен победить в праймере, а потом должен победить еще на основных выборах. То есть он сначала как полуфинал, а потом финал. В то время, как остальные кандидаты, они проходят только один раз. Раз. Но есть какой плюс в этом? В то время, когда остальные кандидаты раскачиваются, Единоросс уже в основном занимает поляну. Понимаешь? Он уже заканчивает предыдуванный конкурс. То есть о чем это говорит? Они составляют пул своих сторонников. Я так полагаю, что в эту кампанию они не будут подтягивать к выборам и убеждать других. Их задача в этой кампании будет привести своих. И среди своих обеспечить стопроцентную явку. Тут уже не вопрос не о том, что сушить явку, а вот в целом провести кампанию так, чтобы мобилизовать максимум своих сторонников. Притом они уже заняли всю поляну. И когда они уже заканчивают свою работу, остальные только раскачиваются. Как ты относишься к смене избирательной системы, появлению одномонадных округов? Слушай, ну я не знаю. Мне кажется, я ни одного не встречал человека, который был против. В том видео, которое было за два года до этого, там нам Сирк Манжиев об этом говорит. До этого неоднократно Наталья Сергеевна говорила. Мы об этом говорили. И я, честно говоря, немножко не понял, почему вот такое было отторжение, когда Бату Сергеевич на основе тех записок, того анализа, который мы сделали, мы положили на стол главе региона. Принято было решение. Но ГОБЛ отторжение. Еще раз. ГОБЛ отторжение. Ну когда вот уже было принято, когда он заявил на каком-то собрании, Бату Сергеевич, что принято такое решение, давайте голосовать, было очень много тех, которые были против. Посмотрите в соцсети. Хотя изначально все были за. Нет, все были за, только против именно распределения именно такого. Там кто-то хотел уменьшить, увеличить количество. А так все, по-моему, за появление. Ну вот смотри, сейчас, допустим, какой я считаю огромный плюс. Я считаю, что, давай так, по городу, это занимался город, подбором кандидатов и праймерис. По районам занималась вот команда, которой я помогал. Команда, которая по районам республики, одномодданники, цель была какая? Ну помнишь там, да, там были споры относительно системы, объединения кругов. Ну вот, ты же помнишь, в законе есть такая штука, что самый большой от самого маленького участка должны по количеству отличаться не больше каких-то процентов. И вот, чтобы как-то уравнять, ну вот, есть там споры, но в принципе, я хочу сказать, вот эти вот кандидаты, одномоддатники, которые идут, очень были удачно выбраны на основе вот этой социологии, я тебе говорю. Притом, знаешь как, как работают политконсультанты, политтехнологи? Делается неоднократно... Замер. Замер. Опрос. И ожидание. Что люди хотят? И вот я, мы когда неоднократно об этом говорили, сейчас у людей запрос на производственников. Надоели уже болтуны. Люди дела. И вот в районах, посмотри, это все ребята сильные. Фермеры, либо какие-то вот по другим каким-то людям, которые уже, параметрам люди, которые уже состоялись. Почему я сейчас считаю, что вот именно по одномандатным округам, особенно в районах, у Единой России очень хорошая такая перспектива, да, выиграть выборы. В городе, я считаю, несколько ниже. Поскольку в городе подбором кандидатов занимались другие люди, я насколько знаю, это и ячейка Единой России городская, но вот скажем так, положа руку на сердце, я не смог не удержаться, вот я давал себе слово никого не хвалить, но вот за Бадмулк один Салаев, я вот прям попросил тех, кто мне доверяет, потому что пастуши, ну как бы то ни было, этот человек очень много сделал, я думаю, еще сделает для нашей республики. Ну он был на интервью и да, понравилась у нас беседа. Вот поэтому я считаю... А вот смотри, такой вопрос, выявили о социологии одномандатники в районах, все вот это вот, но есть люди, которые никогда не были политикой, никогда, ну не знают, что это такое быть депутатом. Некоторые, например, честно сказать, не могут как-то подать себя на публике, выступать вот это вот, и мы как бы с этим сталкивались, и это как ты к этому относишься, это вообще нормально, или просто вот в Единой России политтехнологии были вынуждены найти людей, которые узнают, просто узнают, мы знаем там, как там, Ивана, да, Фидорова, мы его знаем, он хороший чувак, и мы за него будем голосовать, а вот он политик никогда не был. Это, как ты к этому относишься? Ну вот в этом как раз и проявляется, в этом как раз и проявляется работа политконсультанта. О чем я тебе говорил, услышь меня, очень важно провести замер и понять, что хотят люди. Вот в данном случае, я тебе повторяю, люди хотят, есть запрос на людей дела, на практиков, на хозяйственников, которые некрасивые, там, да, или у которого метла 4 километра, он может, а которые, ребята, я тебе говорю, бэкграундом доказали, что они уже что-то сделали. Раз. Теперь следующий вопрос. Значит, как работать с этими кандидатами? Вот не поверишь, у нас на периодических тренингах, которые у нас там проводят разные ведущие, я не буду сейчас тебе называть много фамилий, поверь, один из них, не буду его хвалить, не скажу самый лучший, но один из них сейчас находится в республике, работает, и я почему безоговорочно согласился, даже знаешь, как не стал участвовать в этой компании, вот согласился рядом с ним поработать, провести компанию, чтобы многому научиться. Поверь, за эту компанию я многому научился. У этого кандидата? У этого технолога, политконсультанта, который сейчас занимается выборами, рядом, будучи с ним, значит, я непосредственно не сотрудник штаба, но вот рядом, помогая, высказывая свое экспертное мнение, помогая по каким-то вопросам, у него есть один недостаток. Конечно, как политэксперт, он чемпион мира, он гуру, я не стесняюсь этого в лицо ему говорить, но у него есть огромный минус, а этот минус, он честный. Вот для политтехнолога ты немножко раз такой, я шучу, конечно. А, честный человек? Да, как человек честный. А поэтому его легко ввести в заблуждение с точки зрения истории кандидата. Ему говорят одно, он, конечно же, верит, как порядочный человек, верит, на самом деле там за этим кандидатом шлейф, и вот именно для этого нужен рядышком я. Нет, ребят, вам это говорят на самом деле. А, поэтому ты рядом. То есть всегда обычно такие компании ставят кого-то местного, который очень хорошо знает политическую субкультуру. Все этажи, вот там, в какой-то шкатулке, до самого там, до пятого, до шестого. И далее, вот то, о чем ты спросил, пусть этот человек не умеет говорить, пусть этот человек не умеет себя представлять. Да, про кандидат теперь говорю. Мы на тренингах, которые проводят периодически администраторы президента, иногда там присутствует художественный руководитель, режиссеры театров, и там вплоть до культуры, общения и артистических каких-то навыков. Взять тебя два года назад, и сейчас, я тебе сказал, я тебе не буду, ты сам удивился, что я тебя похвалил. Это два разных человека. Это приходит с опытом. Но если человек порядочный, он порядочный навсегда, или он негодяй навсегда, это нельзя исправить, понимаешь? И проще человека, который не умеет говорить, научить этому, как себя подавать, как говорить, да? Либо человек, если он негодяй, то он будет хорошо говорить, плохо, а голосовать он будет, как ему подсказывают его внутрь. Поэтому вот сейчас очень важно, чтобы были сильные кандидаты. Я считаю, что в районах именно такие... Голосовать, как подскажут, что внутрь, ты имеешь в виду на парламенте? Стержень, как его подскажут внутрь, не стержень. Вы на парламенте? Да. Вот здесь тоже, да, одна такая вот мысль у меня есть. Да, выявили ребят, сильных производственников, которые показали себя порядочным. Не обязательно производственник. Ну, достигший в своей сфере, это может быть хороший врач, хороший учитель. И вот приходит он в хурал, а там говорят, так надо сделать, так надо сделать, так надо сделать, так надо сделать. Не испортим ли мы этих людей? И вот теперь, я тебе говорю, это вот та самая бомба, о которой я тебе говорил. Сильный кандидат, он не всегда будет голосовать так, как ему подсказывают. Возьми, например, эту историю. Не подсказывай. Поштыгашев. Поштыгашев. Помнишь? Помню, конечно. Весь парламент предыдущий проголосовал как? Ты знаешь. Ты знаешь, как я в этой ситуации себя повел. Я знаю. Когда ребята поехали туда, я счел, фсанал меня упрекнул, что я пиарюсь. Фсанал, было такое? Ты сказал, что если ты поедешь в Хакасию, то ты знаешь, что ты будешь пиариться. Поэтому я ребятам помог финансово, но сам не поехал. Макс отправил. Нет, здесь я тебе благодарен. Здесь я помню это. И ты прям отлично помог ему. Я хочу сказать, вот если бы это были люди в парламенте, которые имеют свое собственное мнение, они проголошают всем по-другому. И это власти. Это власти не совсем всегда понравится. Но это будет представлять интересы народа. Чего мы и добиваемся. То есть действительно считаешь подбор кандидата такой? Я считаю, что районники очень серьезные. Что районники действительно будут представлять интересы народа. Смотри, тут две вещи. Во-первых, давай я в вашу сторону брошу тех ребят, которые до этого говорили. Это безусловно заслуга тех ребят, твоя, Арслана Кусминова, Оксаны Санжиновой. То есть то, что партия власти вот так серьезно подготовилась к этим выборам. Послушай, еще раз я повторяю. Та команда, которая сюда приехала, я без зазрения с той вести стал рядышком, чтобы поучиться. Потому что эта команда про то, не как воровать голоса и как вбрасывать бюллетени. Это история про то, как подготовить кандидата и выбрать лучших. И вот я сейчас... И провести честные выборы. Вот, о чем мы речь. Я начну его доверить. И поэтому, значит, вот сейчас, вот сейчас, я считаю так, значит, в продолжении твоего вопроса, вот когда я с Ириной говорил, я предложил оппозиционным партиям, сказал, ребят, я поддержу, я профинансирую выборы кандидатов, которые будут против. Но покажите мне сильного кандидата. Я это, я думаю, это ничего такого нет, я скажу, и коммунистам я предлагал, и справедливо-росам. Есть сильные ребята, и у них в принципе неплохие шансы. Это уже мы переходим к вопросу, как ты говорил, о шансах в городе. В принципе, у коммунистов есть шансы в городе. То есть ты считаешь, в районах у оппозиции нет шансов? Не то, что нет. Послушай, это выборы. И вот даже когда я в свое время, еще 20 лет назад, помогал Сергею Николаевичу Тодонову, Раду Николаевичу Бурулу, или Игорь Бадовичу Шалхакову проводить выборы, ты уверен на 100% и все равно какой-нибудь тляп происходит. Нельзя быть никогда. Я почему меня смущает вот сейчас некоторые руководители города, из пятого этажа. Знаешь, они вот там дают чуть ли не 100%. Послушайте, нельзя никак. Это выборы. Можно гарантировать, это как при коммунизме. Помнишь, была одна партия, все за тогда. Сейчас вот даже имея административный ресурс, вот как и даже в прошлые выборы, всегда будет какая-то темная лошадка. И поэтому сейчас просто с большой долей вероятности, я могу сказать, что подбор кандидатов от Единой России по району позволяет говорить нам о том, что, возможно, они заберут эти голоса. Как я и говорю, что несколько худший, я очень дипломатически скажу, несколько худший подбор кандидатов по городу позволяет коммунистической партии набрать голоса в городе. Почему именно коммунистической? Ну, давай мы оценим шансы других. Давай. Кого? Я считаю, без обид для кого-то, вот если я скажу, да, для справедливого родства. Они очень давно в политике, и по большому счету, вот люди, я считаю, разочаровались, потому что нужны какие-то действия. Оппозиционерам будет всегда проще, потому что достаточно грамотно, конструктивно критиковать власть. Я с уважением отношусь к Николаю Ильичу, я в своих постах постоянно об этом говорю, и более того, ты меня называл прохасиковским, про белодомовским, есть на канале год назад, два года, где я рубился, когда, ну, абсолютно глупейшие действия, вот я с одного из них, там, по-моему, год назад я говорил опять, когда, знаешь, как, пятый этаж администрации главы запрещает проводить акцию, я думаю, Николай Ильич, он как, я не скажу, манипулятор, но как грамотный, прагматичный политик, очень четко разыграл эту ситуацию. Он хочет после своего проводить акцию коммунистов в поддержку действия главы, и ему запрещают. Это что? Это как? То есть это не профессионализм со стороны администрации главы? Или это вредительство президенту? Вот о том видео, о котором я тебе говорил, что я записывал из Москва-Сити, я там говорил, что немножечко, вот у нас, знаешь, как есть, в свое время украинцы говорили, глобус Украины. То есть вокруг Украины не верится весь мир, так и вокруг Калмыкии. Для тех, кто здесь, кажется, что такая глобальная вещь, это все. Послушай, чуть надо отъехать и пожить в Москве, чтобы понять, что это, знаешь, такая местечковые выборы, и вот все вот эти вот выборы надо, вот сейчас, надо это вот о том, что ты говорил, о том, что есть тренд на объединение. Все эти выборы надо обязательно рассматривать с точки зрения мировой политики, что происходит там. Когда переходим. Подожди, Санал, я продолжу. Все, то есть это не только с точки зрения борьбы партий. Тут вот все эти политики, по большому счету, сводятся к тому, что поддерживает эта партия курс президента или не поддерживает. Когда Николай Ильич говорит, я поддерживаю курс президента, да, у нас есть там определенные противоречия с местной властью, но мы поддерживаем курс президента. Межфракционная группа, Бакина, согласен, Арслан Кусьминов. Вот мы вот с Санал, с тобой, до тебя, мы с тобой, ну раз 10, наверное, тоже общались за этот период, когда были выборы Башенкаева, когда ты был кандидатом от коммунистической партии. С Арсланом мы еще за полгода до этого, есть такой политолог Виталий Колпашников, и мы Арслану объясняли, послушай, ну есть определенные вещи, которые нам там на закрытых тренингах говорят, и мы не можем об этом впрямую говорить. Ну Арслану спроси, за два месяца до выборов Виталия Колпашникова, я попросил его, значит, он мой коллега, он бывший сотрудник ФСБ, вот у него сейчас аналитический центр, и он со всеми с вами проводил интервью, и он Арслану намекал, Арслан, подожди, немножко посмотри выше, скоро будут такие события, которые на нас всех сплотят. Я вот сейчас с Арсланом Борисовичем недавно рассказывал, он говорит, Олег, как вы были правы, я тогда не понимал. Ну, я не хочу трогать мировую или там федеральную повестку, вот запрос на объединение в Калмыкине витает в воздухе, нужно это делать. Как ты к этому относишься, вообще, перспектива этого запроса на объединение, вообще возможен ли он или уже есть? Ты там общаешься, ты ближе. Сан, давай так, ты мне можешь назвать хоть одного здравомыслящего, даже не политика, а просто человека, который близкий к политике, который против объединения? Конечно, нет. Вопрос отпадает. Давай следующий. Каковы перспективы? Ну, я считаю, что... Я бы задал по-другому вопрос. Объединиться на выборы и потом опять разбежаться. Или объединиться и идти дальше. Может, это просто цель такая, власти. Так, какая? Власти, в первую очередь, объединиться, чтобы выборы потихонечку провести, а потом, что хотят, что хотят, то и будет делать. Значит, Сыд, я вот тебе могу сказать именно мнение главы Бату Сергеевича. Ты имеешь право так сказать? Я имею право так сказать. Ты, наверное, слышал эту историю, да, что вот там в начале лета мне предложили стать советником Бату Сергеевича по внутренней политике. Что я слышал, да. Вот. И не потому, что я отказался или там... Есть какие-то моменты, ну, допустим, знаешь, как, мы с Агаджи Трабаева, прежде чем стал госчиновником, мы улаживали, я как юрист помогал ему, и он это сам улаживал, значит, почти там 6-7 месяцев какие-то вопросы, чтобы зайти госчиновником. По мне, я Бату Сергеевич сказал, что я в любом случае буду рядом и готов подсказывать. И я считаю, вот, если ты помнишь, что митинг, ты, наверное, позже подъехал, вот когда, там есть видеозапись в интернете, посмотрите, Олег Цохоров на митинге оппозиции, там, какого-то, там, после что-то, улицы и подробные, я тогда на митинге Батуру Бармагнанову говорил, политика без оппозиции, это лебедь с одним крылом. Конечно. Варианта полета нет абсолютно. Конечно. И вот, допустим, в данной ситуации, почему я... Описи должна быть всегда. Но она должна быть... Даже я тебе скажу, вот тебе как юристу, я хочу сказать, не обязательно это оппозиция, а второе мнение. Конечно. Вот смотри, в суде есть адвокат-прокурор. Суд, учитывая мнение сторон, из собственного опыта, вносит суждение. То же самое должно было быть здесь, но, что у нас получилось, я считаю. Значит, я дотолкал команду Бату Сергеевича до выборов, сразу на следующий день после инаугурации, притом за две недели до этого, мы сидели вместе, Хонгер Марилов и Сангаджи Тарбаев не даст обмануть, я им говорил, ребята, я в течение выборов проведена такая-то работа, проведены неоднократные срезы социологические. Притом я привозил своих московских коллег, которые делали фокус-группу, и ей говорил, у вас будет столько-то процентов. Это 15 августа, за две недели до выборов, за три недели до выборов. Я ошибся на 2%, это период погрешности. Я говорю, дальше у вас будет год на то, что вы можете валить на недостатки команды Орловой. Они украли, они доработали, а дальше люди начнут спрашивать с вас. Так и получилось. Некоторым, я не буду топтаться на костях и говорить, некоторым, кто из администрации главы, это не понравилось. И они сочли меня конкурентом, поскольку я принимал активное участие в выборах, они, видимо, думали, что я на какое-то кресло мечу. А я тебе объяснял, мы с тобой об этом неоднократно говорили. Это был вопрос выживаемости, поскольку предыдущая команда завела на меня 5-6-7 уголовных дел, притом тяжелых. Посадка была гарантирована, поэтому был вопрос выживания, поддержать Бату Сергеевича. Дальше я, вот мы этот разговор составили после инаугурации, я вижу, что там не прошибаем, я дверью хлопнул и уехал. То есть моя задача была выполнена, пришел Бату Сергеевич. Дальше что получилось? У главы оказалось, их называли бункер, они изолировали Бату Сергеевича, вот они просто закрыли доступ. И он оказался только в той информации, которую мы подавали. Это, знаешь, полная аналогия с тем, что, допустим, у нас некоторое время... Ты хочешь сказать, что информационно он был просто из одного источника ему подавали? Совершенно верно. Этот хороший, этот плохой, враги. Притом, понимаешь, когда вот эта ситуация, что вокруг одни враги, эти люди, которые доносили, они приподнимали свою собственную значимость. Только мы можем тебя спасти, вокруг одни враги. Поэтому у Бышиев был бешеный оппозиционер, Санал бешеный оппозиционер, Арслан Кузьминов вообще сумасшедший оппозиционер, Саклар Бакин, которая всю жизнь была государственником. Вот так и получилось. Поэтому я считаю свою, вот сейчас главную роль, мы очень долго с Бату Сергеевичем, он меня поразил, конечно, вот он на полном духу. Он вот откровенно говорит, Олег, ты можешь вот свою точку зрения выслать, почему так получилось? И мы очень долго беседовали, хотя мне ребята говорили, больше 20 минут, Бату Сергеевич с тобой не будет разговаривать. То есть ты сейчас с ним очень плотно общаешься? Послушай, я стараюсь не тревожить, последние наши, ты не поверишь, другие бегут к нему, стучатся. И я вот, а вот сейчас ребята, Бату Сергеевич, наверное, тоже ругается на это. Я наоборот, получилось так, что притормажу, вот последняя была ситуация с руководителем Водоканала. И я честно говорю, что я считаю, вот в том, что сейчас Владимир Дмитриевича сняли с этой должности, ну там такая ситуация сняли. Во-первых, он написал раньше заявление об уходе, когда вот сразу случился конфликт. Бату Сергеевич позвонил и попросил разобраться в этом вопросе. Но я, как ты говоришь, называешь меня капучий, вредный перфекционист, злой, да? Вот, я вынужден, вот, в силу склада своего характера и в силу наличия нескольких дипломов, я тебе говорил, да, у меня, я два диплома получил в первом ВУЗе, потом третий юрист, то есть технический, я инженер. Я потом получил экономическое образование, потом юридическое образование и языковое, да, вот получается... К чему ты это говоришь? К чему я говорю, что я могу, вот смесь этих образований, санал, дает мне право считаться специалистом, комплексно дать оценку и поднести решение. И вот сейчас, когда вот случилась ситуация с водоканалом, когда хлопнуло, когда все обвинили руководителя водоканала, я говорю, ему грамоту надо давать. Согласен. Это человек, который пришел в 2006 году, вы помоложе, у нас с тобой разница всего ничего, санал, а между нашим мировоззрением пропасть. Я тебе объясню, почему. Олег, мы можем с тобой эту тему потом обсудить? Я думаю, мы с тобой... Давай все-таки я закончу мысль, потому что это дурацкая привычка, если перебивать своего собеседника, но со мной это не проходит. Я других... Со мной это точно не пройдет, я прошу это не вырезать, потому что на моей камере это есть. Конечно. Я довезу, довезу свою мысль, все-таки до консационала, одну минуточку я закончу мысль. Ты уходишь, позволь мне закончить мысль в санкционал. Я тебе, значит, объясню ситуацию, что, как пример, что Бату Сергеевичу доносили одностороннюю информацию. И вот моя вина в том, что я своевременно, в силу того, что я слишком глубоко погопал, я собрал информацию со всех ведомств, со всех министерств. И я считаю, что самая главная в этом вина, это нашего депутатского корпуса городского собрания. Конечно. Во-первых, когда они на него наезжают и кричат, что там 600 миллионов, во-первых, никаких 600 миллионов не дали, раз, вообще не дали. А во-вторых, этот человек, который приходит в 7 утра на работу, выходит в 11 ночи, и на протяжении, вот когда он пришел, ты не знаешь эту ситуацию, я тебе объясняю. Значит, на протяжении всех этих лет, когда он пришел, было у нас подача воды по часам по районам. Вот он смог в этих изношенных трубах, изношенные трубы, да, это все знают, но там очень много вопросов. И вот сейчас ту папку, которую приготовил, я, к своему сожалению, не успел подготовить, хотя Батус Сергеевич несколько раз просил, но я думаю, об этом будет еще разговор, там все равно внешнее управление, мы к этому вернемся. К чему вопрос теперь ты задал, я последняя фраза. Я считаю, Батус Сергеевич, как выдавил высшее должностное лицо субъекта, он принимает решение. Потому что ты, я, там, кто-то еще, мы не знаем, допустим, те установки, которые ему ставятся сверху. То есть у него есть полнота информации. Но для принятия решения ему нужна полная картина, которой у него не было. Поэтому были вот такие варианты. Я хочу вернуть тебе к тому, что ты сказал, я имею право сказать от него, от его имени. Ну вот те моменты, которые я тебе объясню. Я не буду на себя лишнего брать. Вот те моменты, которые я знаю его мнение, я тебе, что я могу сказать, что он глубоко, каждым вопросом занимается и требует полную информацию. Ну вот такой вопрос. Сейчас вчера я тебе задал, я не могу говорить. Но хочу вот задать, вот ты с ним общаешься довольно-таки плотно, доверительные отношения, да, я так понимаю. Бату Сергеевич Хасикова 19-го, 20-го, 21-го года и Бату Сергеевич Хасикова нынешний, 23-го года. Это один и тот же человек или есть какая-то разница? Это абсолютно другой человек. Какое-то изменение, какую сторону? Ну давай так. Человек вот за эти годы, да, получил огромный опыт. Почему, допустим, я считаю сейчас возможность его поддерживать. Ты когда-нибудь видел, что только федеральный день, чтобы вы выдавались под его имя в Калмыкве? Другой вопрос. Как их использовать? И вот тут очень возникает серьезное, я Бату Сергеевичу говорил, это вторая серьезнейшая проблема, кадровый потенциал, кадровый вопрос. И насколько я понял, я не могу сейчас говорить за него, но насколько я понял, вот допустим, по этому водному кризису, который был, ты зря недооцениваешь. Вот почему я сказал про него, он порядка 12-ти, ну вот ребята, 12-ти, по моему мнению, порядка 15-ти процентов, эта ситуация называется черный лебедь, она снизила рейтинг Единой России и дала шансы коммунистам. Наверное, на сегодня главный политехнолог отсутствия воды в городе. На этом фоне еще выдают трава выше человеческого роста, мусора, света. Черт, вчера себе горел город, что там, балки. Я тебе хочу сказать, ну процентов 10 это точно даст снижение, и поэтому очень важно, почему я тебе говорю, что там вина всех, действительно, начиная там ведомств, министерств и до самого верха, поэтому, глубоко говоря, назначать ответственным там... И вот еще один вопрос хочу тебе задать, вот я тоже всем задаю. Инициатива депутата Салаева и Михайлова о том, чтобы депутат в Народного Урала отчитывался в определенное время, раз в год или раз в полгода, или раз квартал. И они на этом очень сильно пиарятся, собирали какие-то подписи, 40 тысяч ходили в дома. А на самом деле в законе и статусе депутата эта норма существует. Действительно ли депутатам от партии власти необходимо расписать четко в законе, когда и каким образом они должны отчитываться? Или это пиар-ход? Как ты считаешь? Послушай, я не могу сказать вот в данном случае, но это, конечно же, вот не пиар-ход, но есть фишка. Фишка, с которой должны заходить депутаты, посыл. Вот помнишь, что я говорил, социология, что люди ждут? И люди этого ждали. Теперь я не могу сказать, вот это в голове депутата Салаева, или это такая фишка. Я вот хотите оппозиционным партиям скину такую следующую фишку на следующих выборах? Я еще в 2010 году, выбор, который ты говорил, следующая фишка будет сработать. На следующий, через год, который будет выбор, городское собрание. Вот сейчас это об отчетности. А теперь следующую фишку сбрасываю. Можно предложить механизм отзыва. Ну, его предлагали, по-моему. То есть, да, вот сейчас фактически депутаты отозвать, это значит, ну несусвенно, там что-то 2,3 от числа голосующих, это нереально практически. Конечно. Поэтому вот следующая фишка, можно сказать, это механизм отзыва депутата. Я ответил на твой вопрос. Кстати, у Батуф Сергеевича в программе была именно эта норма о том, чтобы механизм отзыва депутата разработать, но уже четвертый год. Значит, сейчас... Следующий вопрос, Олег. Почему ты активно участвуешь? Почему ты сам не выдвигаешься никуда, не участвуешь как непосредственно политик в политическом обществе, в политике Республики Кранской хотя бы? Ты считаешь, что я не участвую? Ну, почему ты не идешь к кандидатам в народный пожал, кандидатам в депутаты Госдумы или куда-нибудь там? Ну, давай мы начнем на шаг назад про выборы предыдущего года, которые были в 2021 году депутаты. Я в соцсетях об этом говорил. Была такая затея пойти депутатам в Госдуму. За полгода до этого на одной из политических тусовок я предложил Харичеву, это весомая политика, весомая фамилия в политике, это департамент обеспечения работы Госсовета. И сейчас, чтобы понимать, он занимается выборами два департамента в администрации президента. Это департамент в начале политики, и вот как противовес, Владимир Владимирович любит такую систему сдержек противовеса в башне Кремля, как противовес, что занимается башня, извиняюсь, управления, управления работы с госсоветом, обеспечения работы Харичев. Вот мы когда с ним разговаривали, я предлагал, давайте сделаем уникум, я вам гарантирую, несмотря на то, что я с тобой рубился, там Саналу рубился и в то же время рубился, там Саналу, я говорил, давайте мы сделаем у нас интересный на основе Калмыкия, и это будет интересно потом, с точки зрения всей страны, объединительные эти все моменты, процессы. Я говорю, могу выиграть объединенным кандидатом. Тогда он мне говорил, решение принято, есть Бадма Башенкаев, поэтому мы тебе помогли, не сесть в тюрьму, когда ты рубился с предыдущим главой региона, с Аконом Нахашкин, будь добр, выполнять политику, команду системы. Партия сказала, надо. Без поддержки об этой никогда не понимать. Послушай, ну давай, надо быть, пойти в клинч с главой региона и с главой города и победить, послушай, ну понятно, что я сам бы этого не мог. К сожалению, вот сейчас ситуация с Мозраем, меня после больше еще шантировало, я понимаю, что это очень серьезный вопрос, и надо быть уметь благодарным, то есть не любой ценой прорываться в политику. Когда я, Бадма Башенкаев не даст соврать, после нашего разговора, еще задолго до выборов, я ему позвонил, сказал, Бадма, я поздравляю тебя с победой, он так удивился, я что-то не знаю, я говорю, ну я не участвую, а дальше ты выигрыш, мы посмеялись, мы до сих пор с ним очень хорошие отношения, он сейчас, ты знаешь, да, он председатель профильного комитета, это очень серьезно. Это очень серьезная величина, это вот очень серьезная величина, и я думаю, что вот он много приложит для того, чтобы у нас как-то все изменить ситуацию в республике. Я ответил. А по ручке зрения участия, ну ты, наверное, все-таки понимаешь, что участие и именно участие, как и делать, это немножко разные вещи. Я могу сказать, что я участвую, и ты согласись. Нет, а желание есть? Депутатам ставить. Послушай, желание всегда есть, но иногда, знаешь, интересно быть тем, кто двигает фигуру, чем быть на доске бешкой, это немножко разные вещи. Олег, спасибо тебе, я думаю, мы будем завершать. Я бы хотел, я всегда даю пару минут для обращения к нашему населению, к нашим подписчикам. Может, что-нибудь пожелаешь? Хорошо, обратись. А пожелать, ну что я хочу сказать, я все-таки надеюсь, что, как я вот говорил, когда мы разговаривали с Сиреном, что эти выборы будут честные, прозрачные. Я, как ему и обещал, Сирену, что я приложу максимум усилий для того, чтобы с одной стороны эти выборы были честными, а с другой стороны максимум усилий для того, чтобы, как мы с вами говорили, не важно в каком качестве, я могу быть просто Сохоров, Олег, быть вот тем вторым крылом, который Бату Сергеевичу сможет принять, помочь принять правильное решение. И твой вопрос, продолжение о том, что прекратится ли эта политика после выборов. Так вот, я тебя уверяю, по крайней мере, то, о чем мы говорили, ты удивишься о том, какие будут кадровые решения после выборов, мы, думаю, с тобой к этому вернемся. Я думаю, обязательно будет это продолжение дальше, потому что нас ждет очень интересный момент через год. Через год будет выбор в городское собрание и будут выборы главы региона. И если вот сейчас ситуация не поменяется, а я думаю, она поменяется, тогда будет все очень сложно. Так. Спасибо.